Девочка-пай 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 Пусть мой наш Бог не видит, Пусть я вслед наш Бог не видит. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте закроем глаза и склоним наши головы в молитве, церковь. Святой Господь, мы поклоняемся Тебе сегодня в этот день. Ты велик Бог, и вся земля полна Твоей славы. Господи, куда мы можем убежать или скрыться от Твоего присутствия? Или высоко в небе, или глубоко под землей, Ты везде там, Господь. И Дух Твой Святой, Он все наполняет, Он пребывает с нами, Он утешает нас, Он наш утешитель, Он наш ходатай, Он наш заступник, Он наш защитник. Благодарим Тебя, Дед, за Духа Твоего Святого, который поддерживает и укрепляет нас. Даже когда мы проходим через сложные времена, Дух Твой Святой, Он пребывает с нами, Он вдохновляет нас, Он говорит от лица Твоего, Божий, не бойся, не устрашайся, я с Тобою. Мы знаем, Господь, сегодня, кто бы из присутствующих здесь не проходил бы через какие-то обстоятельства, Дух Твой Святой с нами сегодня. И Он вдохновляет нас, Он укрепляет нас, Он дает нам утешение. Господь, я благодарю Тебя сегодня за Твое Слово, которое будет проповедоваться здесь. Я воздаю Тебя славу, Боже, за все свидетельства, которые мы услышим сегодня здесь, свидетельства Твоей славы. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты Бог, который совершает чудеса в Твоей церкви, в Твоем народе. Боже, я благодарю Тебя за Твои исцеления, которые происходят. Каждый раз, когда мы молимся и призываем имя Твоем, Ты приходишь и исцеляешь свой народ. Ты совершаешь финансовые чудеса, Господь. Ты делаешь удивительные вещи. Мы благодарим Тебя и мы поклоняемся Тебе, Господь, во имя Иисуса. И мы воздаем всю славу только Тебе. Боже, как мы обещали, мы воздаем всю славу только Тебе за все, что Ты делаешь и совершаешь в Твоей церкви, в Твоем народе. И сегодня, Господь, пусть река, Господь, Твоего присутствия, Твоих чудес и исцелений, она не прекращается, Господь. Но она продолжает течь на этом месте, Господь. Пусть Твоя река, Господь, продолжает течь в Твоей церкви, в Твоем народе. Пусть реки воды живой, Господь, они текут сегодня от Твоего престола через наши жизни, Господь, в Твоей славе, Божией. Мы превозносим имя Сына Твоего Иисуса. Выше всех других имен сегодня на этом служении и в этом зале. Иисус, будь прославлен и превознесен в наших жизнях. Благодарим Тебя за это, Господь. Благодарим Тебя за это, Божий. И благословляем имя Твое Святое. Мы молились во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. И весь народ Божий это скажет. Аминь. Прежде чем мы сядем, давайте еще раз зададим славу Богу. Аллелуйя. Слава Господу. Аллелуйя. Пожалуйста, присаживайтесь в присутствии Божьем. Аллелуйя. Братья и сестры, я хочу вам сегодня задать такой вопрос. Когда мы проводим наше служение, помазание и молимся особенными молитвами за нужды, молимся за исцеление, для чего мы это делаем? Скажите мне. Неужели никто не знает, для чего мы это делаем? Хорошо, Валерий Михайлович, чтобы Бог являлся Своей славой. Очень хорошо. Еще для чего? Чтобы свидетельства были. Очень хорошо. Еще для чего? Самое главное, братья и сестры. Чтобы Бог исцелял людей. Аллелуйя. И чтобы у вас чудеса происходили. И знаете, это на самом деле удивительно, когда Бог совершает свои чудеса в народе Божьем. И вы знаете, столько потрясающих свидетельств у нас того, что Бог делает в Своей церкви, в Своем народе. И прежде чем мы сегодня будем слушать, пробовать Слово Божие, мы бы хотели взять несколько минут, для того, чтобы услышать некоторые свидетельства. Потому что на самом деле, вы знаете, некоторые свидетельства потрясающие. И я хочу сегодня, чтобы эти свидетельства вдохновили вас. И когда вы придете в следующий раз, чтобы ваше сердце было переполнено верой на служение, помазание, и Бог сделал чудо вашей жизни. И когда вы будете свидетельствовать людям, расскажите те свидетельства о том, что происходит в церкви, чтобы они были вдохновлены и также пришли на служение. Хорошо? И получили свое чудо. Пастор Ира Волкова, пожалуйста, выйди. И она поведет нас сегодня в этих свидетельствах. Можете поприветствовать мою жену. Она очень хорошая. Халлелюя! Церковь, приветствую вас. И я хотела бы попросить, чтобы сюда вышли Юрий Васильевич, Лариса Павловна, Маша Нарожная, Маша Филипченко, Елена Хикай. Халлелюя! Давайте поприветствуем их. И вы знаете, Псалом 25-й говорит, Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Так замечательно знать, что когда мы приходим в Дом Божий, слава Божия, она опускается на нас и изменяет наши жизни, изменяет наши тела. И 7-й стих говорит, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои. Халлелюя! Мы прославляем Бога, это раз. Но второе, мы сегодня будем рассказывать о том, какие Бог сделал в нашей жизни чудеса. И это замечательное время, потому что Бог прославляется через это. Халлелюя! Юрий Васильевич, расскажите, что у вас было? Так, ну, в конце октября я помогал сыну со сваркой. Ну, получил ножок на правой кисти, ну, от этой сварки. Ну, помазал, там, мазал мазью. Прошло две недели, так, ну, так гноилось и кровоточило, не заживало. Ну, руки все-таки мокрые когда-то. Потом на прошлом служении, в воскресенье, когда у нас была за исцеление молитва, и вот пастор говорил, что надо, у кого там раны, у кого ожоги, что все должно пройти. Ну, я это все принял в сердце, с верой, все это поверил, и все. Потом на следующий день, утром смотрю, в понедельник, все прошло, уже ничего нету. На ячейке в среду пришел Оксана Ивановна, говорит, ну, как тебе? Все, говорю, я посмотрел, даже следа нигде ничего не осталось, все прошло. Халлелюя! Слава Богу! Благодарю Господа Бога за такую его исцеляющую силу. Халлелюя! Спасибо, Юрий Васильевич! Слава Богу! Я когда стала спрашивать, Юрий Васильевич, а где у вас был ожог, он стал смотреть на руки, он даже забыл вообще, где это было. Халлелюя! Лариса Павловна сегодня тоже хотела рассказать о финансовом чуде. У меня есть подруга, и у нее как-то постоянно бывают такие проблемы с финансами. И вот в среду перед служением нашим молитвенным большим, мы с ней беседовали опять об этом, она сказала, что финансы приходят в жизнь только через работу, другим способом не приходят. Я ей стала говорить, что Господь такой благой, и Ему нет ничего невозможного, и Он явит милость и благодать, и даст тебе что-то в твою жизнь, даже если ты этого не знаешь и не это. И вот после воскресенья, в понедельник, во вторник мы с ней разговаривали, она говорит, в понедельник у нее была давняя такая тяжба по деньгам, и в общем ей вернули эти пять тысяч на счет, и она так свидетельствует, и мне говорит, знаешь, вот так вот, а я ей говорю, это Господь ответил на то, что ты сказала, потому что Господу ничего нет невозможно. Аллилуйя. Бог чудесный, сверхъестественный. Аллилуйя. Позвонили с банка уже в понедельник, после того, как мы молились в воскресенье. Прямо в понедельник ей позвонили, сказали, вы можете пользоваться этими деньгами. Аллилуйя. И еще об исцелении Лариса Павловна хотела сказать. У меня есть знакомая в Украине, в Новомосковске, и вот Нина, она болеет сахарным диабетом, и у нее в среду, так же вот, как мы с Любашей разговаривали, в среду, и у нее в среду был такой сильный сахар в крови, ее положили в больницу. Я попросила разрешения помолиться за нее, вписала ее в молитвенный бюллетень, и мне во вторник тоже говорят, что в понедельник ее выписали из больницы, она абсолютно исцелена. Во вторник она уже была на даче, поэтому Бог благ. Ему нет ограничений, до края земли работает Господь. Аллилуйя. Спасибо, Лариса Павловна. На самом деле, не важно, как много расстояний нужно проделать. Бог, Он так близко к каждому человеку. И у нас есть фотографии. Маша, расскажи, что у вас случилось. В общем, наш двухмесячный ребенок. В прошлую субботу мы проснулись вот с таким вот диатезом. Буквально через... Ну, я помолилась, стала искать в интернете, стала общаться с родителями других детей. Что делать вообще в таком случае? Отправила мужу кучу сообщений, чтобы он купил лекарства. Ну и помолилась. Пока ждала, чтобы лекарства привез муж. И ребенок уснул. Через три часа, когда он проснулся, он был исцелен. Аллилуйя. На фотографии видно, что вообще никаких следов не осталось. Аллилуйя. Спасибо, Маша. Вы знаете, друзья, у меня есть одно свидетельство. Один брат поделился. Где-то пару месяцев назад, когда у нас было служение очередное, я говорил слово знания, я молился за исцеление. И, может быть, вы помните, я сказал, что есть человек, у которого проблемы с деснами. И когда он чистит зубы, десна кровоточат. И этот брат рассказывал, он говорит, когда я услышал это, говорит, то я, говорит, сомкнул зубы, говорит, чтобы принять свое исцеление. Потому что на протяжении долгого времени, уже многих лет, он говорит, у меня очень сильно кровоточили десна. Вплоть до того, говорит, что я просыпался утром, и, говорит, во рту была кровь, и подушка была в крови, говорит. И когда, говорит, я сомкнул зубы во время служения, когда ты говорил слово знания, говорит, я почувствовал опять, как кровь наполнила у меня рот. И я, говорит, подумал, ну, наверное, это не для меня. Проходит два-три дня, говорит, я чищу зубы в очередной раз. Я вдруг замечаю, что нету крови. Я, говорит, сильнее чищу, следующий день, еще один, неделя, вторая, и нету крови. Я, говорит, осознаю, что Бог исцелил меня. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Маша, расскажи, что Господь сделал для тебя? У меня болело сердце. Бывает, беспричина начинала биться очень сильно. Как долго это длилось? Долго в течение нескольких месяцев, причем регулярно. Вот, когда пастор говорил слово знания, у меня сердце начало биться вот как в те моменты, очень-очень-очень сильно. И потом в один момент резко прекратилось и пришел в норму. Вот как должно биться сердце, так оно и стало биться. Вот, это вот одно. И еще у меня нога, у меня была шишка. Откуда она взялась, я не знаю. Была она несколько месяцев. Ходить мне было очень больно, ну, неудобно. Вот, и чувствовала я ее пальцем. И после того, как был молитвенный туннель, я прошла, села на свое место, сразу стала ее тыкать, трогать, ощупывать. Поняла, что боли у меня нету. И, ну, как бы она стала проходить, в течение недели она уходит, уходит, и вот до сих пор она уходит. Вот, аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, Маша. Слава Господу. И говорит, хотела сделать очень большой заказ. Вдруг потом пропала. Говорит, я ей звоню, она, говорит, все, как-то некогда. Я уже, говорит, думал, что все потеряла. И вот, воскресенье после молитвы, говорит, я прихожу в офис, и в понедельник она звонит и говорит, я согласна. И говорит, приезжай, забирай деньги, мы будем работать с тобою. Буквально, ну, еще сутки не прошли после молитвы, там, или около суток, и Бог уже сделал это финансовое чудо церковь. Слава Богу. Давайте дадим славу Господу. Аллилуйя. Еще хочу засвидетельствовать. Ко мне подошла на этой неделе сестра с ячейки Натальи Васильевны Ольги. И она сказала, у меня некоторое время, несколько дней, неделю, были проблемы с голосом, со связками. У меня почему-то все время там першило, я не могла петь. Все время там у меня голос куда-то пропадал. И когда молились, говорит, я просто приняла свое исцеление в это воскресенье. И уже на ячейке в среду, говорит, я вдруг поймала себя. На мысли, что я свободно пою, и у меня никаких проблем уже нет. Слава Богу. Аллилуйя. Бог великий. И где-то в марте пастор молился за Лену, Сашу, он позвал их специально. Бог сказал ему о том, что за них нужно особенную молитву произнести. Елена, расскажи, что случилось. Ну, я хочу рассказать о награде от Господа. Мы очень долго хотели иметь второго ребенка, но у нас не получалось этого. И вот в одно из воскресеньев пастор позвал нас с Сашей, пастор помолился за нас и сказал, давайте будем ожидать от Господа, что будет делать он. И, конечно же, вот на прошлой неделе мы получили результаты анализов. Ну, мы ждем ребенка. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь дает награду. Господь дает даже тем детей, которым врачи говорят, ничего не получится. Но последнее слово всегда за нашим Господом. Аллилуйя. Я, слава Богу, я очень хорошо помню это служение в марте, потому что это было одно из первых служений, которые мы делали, где Бог вел нас молиться за больных. Я помню, он посмотрел на Сашу с Леной. Я получил слово знания от Господа, и я вызвал их сюда. Кто-то, может быть, помнит, да, как я вызвал их сюда. И мы возложили руки на них. И я сказал, послушайте, вы пытались многие вещи делать, чтобы забеременеть. Теперь пусть Господь действует, вы знаете. И Писание говорит, когда слово от Бога приходит, оно не возвращается к Богу и не исполнит. Даже если проходит несколько месяцев, вы знаете, потом оно все равно совершает то, для чего Господь послал его. Церковь, давайте дадим славу Богу за все эти чудеса, за каждое исцеление, за каждое чудо, о котором мы слышали сегодня. Аллилуйя. Слава Богу. И я хочу сказать, чтобы эти свидетельства, они вдохновили тебя, потому что Бог только начал свою работу в церкви. И я верю, что чудес будет еще больше во имя Иисуса Христа. Амэн. Слава Господу. Ну что, друзья, пришло время для Слова Божьего. Пастор Владимир, давайте еще раз поприветствуем горячими дальневосточными. Пастор Владимир, давайте еще раз поприветствуем горячими дальневосточными. Пастор Владимир, давайте еще раз поприветствуем горячими дальневосточными. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. Для меня большая честь быть здесь. И, вы знаете, это уже четвертая проповедь моя, которую я говорю в вашей церкви. Я скажу, здесь действительно потрясающая атмосфера Божьего присутствия. И мне легко вообще, я в разных местах тоже проповедовал, но у вас как-то легко даже просто. Аллилуйя. И как будто бы я у себя дома. И дальневосток, он теперь для меня ближний восток. Мне казалось, это где-то очень далеко, теперь это очень близко. Слава Господу. Поэтому спасибо большое за приглашение пастора Александру. И вообще у вас здесь замечательная церковь у вас. Замечательная, грубо прославление у вас, замечательный пастор. И держите то, что имеете. Аллилуйя. Я верю, что это только начало чего-то большего. Я вообще верю, что мы только в начале великого Божьего пробуждения. И вот эти вещи, которые происходят, вот это Божье присутствие, вот эти чудеса, которые происходят, эти свидетельства, это всего лишь какие-то, наверное, небольшие капли, которые с неба падают. Но, знаете, как перед дождем капли падают, да. Но мы знаем, что за каплями должен хлынуть большой ливень. Аллилуйя. Слава Господу. Вы, может, уже сядете или как? Я не знаю, как у вас принято. Пожалуйста, садитесь, спасибо большое. Аллилуйя. Я даже вообще думаю, что можно проповедовать. У вас столько богосоветов, служителей, всегда приезжает. Вообще здорово. Это, конечно, всегда хорошо, когда есть гости. И мы всегда тоже стараемся в нашу церковь приглашать гостей. Вот. И верим, что также пастор Александр скоро и у нас побывает. Будем молиться за эту возможность. Вот. Ну, всегда есть у Бога, что для того, чтобы что-то донести. У меня, например, бывает такое, что я какую-то тему много раз проповедую. Какую-то истину пытаюсь много раз донести своим людям в церкви. Вот. Приезжает какой-нибудь гость и говорит то же самое. И кто-то говорит, вау, я получил откровение. А я сам думаю, слушай, я же полгода об этом говорю. Оказывается, Богу надо было прислать кого-то издалека, чтобы услышать то, о чем пастор уже полгода проповедует. Поэтому наш Господь чудесен. И у Бога есть разные пути. И, видимо, есть что-то, для чего-то Бог привел меня так далеко в это место, для того, чтобы, может быть, что-то также кто-то из вас услышал. И я хотел говорить сегодня также о Духе Святом. Потому что мы живем в последнее время, когда Бог что-то делает. И Дух Святой, Он больше и больше приходит на эту землю. Мы переживаем то, что не было тысячи, сотни лет, не было такого на земле, то, что сейчас Бог творит. Бог творит великие чудеса. Мы просто должны ценить. Вы знаете, раньше для того, чтобы было Божье присутствие, нужно было платить большую цену. Когда вспомните, Соломон открыл храм. И было торжественное открытие храма. Там было такое праздничное богослужение. Были тысячи людей. И тысячи, тысячи жертв, животных было принесено в жертву. Тысячи. Их убивали. И кровь потоком лилась жертвенника. Ну, почему? Потому что в Старом Завете, мы знаем, еще не было жертвы Иисуса Христа. И для того, чтобы человек получил прощение, нужно было принести в жертву животное. Я вот представлю, как раньше служил священник, вот она пастора не была, но священник в храме. И как, вот представьте церковь, допустим, если бы Иисус не умер на кресте, ты согрешил. И приходишь пастор и говоришь, пастор, я согрешил. Он говорит, так, неси. Ну, пошел на базар, купил там теленка или животное какое-то, и кто победнее, там, голубицу. Приходишь к пастору, он такой нож, горло перерезал, кровь потекла, и потом он говорит, теперь твой грех прощен. Вот так было в Старом Завете. Потому что по вселенскому закону, есть разные законы, есть закон всемирного тяготения, есть закон трения, есть духовный закон, который говорит, без пролития крови не может быть прощения грехов. Ты можешь понимать это и не понимать, но это факт. Без пролития крови нет прощения грехов. И поэтому в Старом Завете, если человек хотел получить прощение, если он хотел очиститься от своего греха, он должен был взять это животное, которое священник убивал и приносил жертву. И когда текла кровь этого животного, грех снимался с человека. И вот почему, когда Соломон, когда построил храм, там были тысячи, тысячи, тысячи жертв приносилось в Богу, и кровь животных текла рекою. А знаете, что потом произошло? Потрясающее Божие присутствие пришло на храм. И люди, священники, левиты, они не могли стоять на своих ногах, они просто падали под Божьим присутствием. И люди призывали потрясающее присутствие Божие. И вы знаете, это было единственный раз в Старом Завете, когда народ Божий так сильно пережил в Доме Божьем присутствие Божие. Это всего лишь был пример того, что Бог собирается совершить в новое время. И когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел, Он сошел, потому что до этого Иисус Христос, Агнец Божий, взошел на крест, пролил свою кровь за грехи всего мира, за твои грехи, за мои грехи, за все грехи. Иисус пролил свою кровь. И теперь, когда ты приходишь в церковь, даже если ты согрешил, тебе не нужно к пастору приходить и приносить ягненка или голубицу, потому что есть более сильная кровь Иисуса Христа. Через это мы, как церковь, всегда приходим в Божие присутствие. И ты вспоминаешь, может быть, мы все еще несовершенны, нам еще нужно во многих сферах меняться. Порой мы иногда ошибаемся, мы поступаем по плоти. Послушайте, Библия говорит, праведник это не тот, кто никогда не ошибается. Праведник это не тот, кто никогда не спотыкается. Написано, праведник, даже если семь раз упадет, он что сделает? Он встанет. Халлелуя. Поэтому, конечно, если нас пристально посмотреть на жизнь каждого из нас, можно найти кучу недостатков. Какие-то даже грехи, возможно, которые мы еще разбираемся. Но через кровь Иисуса Христа мы приходим в присутствие Божие. Потому что кровь Иисуса покрывает нас. Она дает нам одежду праведности. Как пасхальный агнец. Когда ангел-губитель шел по земле, он говорит, увижу кровь, пройду мимо. Через кровь Иисуса Христа Бог принимает тебя. Такой какой-то есть. Не думай, так, мне надо еще исправиться, мне нужно измениться, мне еще нужно вредную привычку оставить. Вот когда я буду работать над собой, я буду много молиться, я буду три часа читать Библию, я буду поститься, и я буду изменяться, я буду работать, и вот я скоро стану совершенным, и тогда я могу жить в силе Божией. Это обман. Дух Божий приходит через веру. Галатам 3 глава апостол Павел пишет, подающий вам духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли законы себе производят? Нет, через наставление в вере. Конечно, чтение Библии очень важно. Ходить в церковь очень важно. Поститься иногда, я считаю, это тоже важно, но это все следствие того, что в тебе поселился Святой Дух. Но к Богу мы приходим, такие, как и мы есть, в любой момент жизни, в любой момент. Дьявол, потому что он обманный, он говорит, а ты несовершенный, посмотри на себя, да ты вчера как согрешил, потому что вообще лучше сегодня церковь тебе надо пропустить, ты недостойный. Послушай, даже если ты упал, встань и продолжай идти за Иисусом вперед. Потому что дьявол, он обманщик. Аллилуйя. И поэтому Иисус принимает тебя всегда. Такой какой ты есть. Я всегда добавляю, Он тебя не оставит такой какой ты есть. Аллилуйя. Слава Богу, я когда пришел к Иисусу, Бог меня не оставит, он многие вещи исправлял в моем характере, до сих пор еще исправляет и меняет. Но Дух Святой, который приходит в нас, Он делает эту работу. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 3 глава. Никодим приходит к Иисусу, учитель Израилев. Ну, по нашим меркам, Никодим это типа пастор был тогда. Начальник синагоги, или кто там он был, учитель Израиля, уважаемый учитель в Израиле. Проповедник, пастор, служитель. В то время. И он приходит к Иисусу ночью и говорит ему, о, ты учитель, пришедший от Бога, таких чудес, которых ты творишь, никто не может творить. Иисус ему отвечает такие слова. Кто не родится свыше, не может войти в Царство Божие. Он говорит, о чем ты говоришь, Иисус? И он раз сразу по поте мысль, как это можно заново родиться. Ну, знаете, просто в оригинале там свыше и так же родиться снова. Родиться снова. Это тоже смысл этого слова. И дальше, как бы, Никодим удивляется Иисусу, что он сказал, рождение свыше. Иисус удивляется Никодиму. И удивление Иисуса. Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Слушай, а чему ты вообще там учишь в своей церкви людей? Вообще, чему ты там можешь, ты не знаешь самых простых вещей, что нужно родиться свыше. Рожденный от плоти и из плоти, рожденный от Духа и из Дух. И дальше Иисус говорит потрясающие слова. Евангелие от Иоанна 3, 8 стих. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Знаете, я так же понял, что и не знаешь, когда он уходит и когда приходит. Конечно, Дух Святой всегда с нами. Аминь. Но иногда он посещает нас особым присутствием. Иногда мы думаем, так вот, сегодня мы хорошенько помолились на молитве нам, у нас сегодня будет потрясающая атмосфера. Приходишь, ну, ну, как обычно, да. А бывает, когда вообще не ожидаешь, раз, и Дух Святой посещает в своем присутствии. Бывает, когда ожидаешь исцеления, не происходит исцеление. Когда вообще даже не думал, исцеление, кто-то исцелился. Думаешь, вау. Знаете, это потому, что мы не можем контролировать Святой Дух. Он делает то, что он хочет. Наша задача ждать. Аллилуйя. Всегда ожидает Бога. Если ты долгое время ходишь в церковь, и ты еще не получил исцеление, каждый раз приходи с ожиданием. Может быть, сегодня тот день, когда именно сегодня ты получишь свое исцеление. Может быть, следующее это будет воскресенье. Может быть, это через год произойдет. Всегда ожидай. Мы не можем запрограммировать Святого Духа. Аллилуйя. Мы не можем контролировать. Это там шаманы, колдуны, они там вызывают кого-то. Мы не вызываем Святого Духа. Он сам приходит, он личность живая. И он дышит, где хочет. Мы ждем, мы жаждем, мы ожидаем. И здесь еще Иисус говорит важные слова. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Рожденный от Духа слышит голос Духа. Это, понимаете, важная характеристика, чем простой религиозный верующий отличается от рожденного свыше человека. Рожденный от Духа слышит голос Духа. И также написано временно восьмая глава. «Ибо все, водимые Духом Божьим, судь дети Божьи». «Все, водимые Духом Божьим, судь дети Божьи». И поэтому я хотел сказать, что очень важно быть, слышать голос Духа и быть послушным этому голосу. я вам открою секрет. Дух святой, две тысячи лет назад, в день Пятидесятницы, пришел на эту землю. За все это время он не уходил с земли. Аллилуйя. Знаете, даже в темные века христианства, даже когда была инквизиция, и когда вообще церковь превратилась в какие-то в обряды, и вообще как бы ты смотришь, читаешь истории, думаешь, это вообще, что там было. Даже в то время были отдельные люди, которые любили Иисуса всем сердцем, и которые имели живое общение с Богом. И в разных церквях, и в разных конфессиях. Дух святой всегда пребывал на земле две тысячи лет. Он всегда находил тех, кто любил Бога, и имел общение с ними. Но в последнее время Дух святой умножает свое присутствие. Понимаете, проблема тех веков в том, что Дух святой был, но люди не были чувствительны к Нему. Сегодня Дух святой здесь на земле. Врос в том, что мы порой недостаточно чувствительны к Нему. Мы недостаточно слышим, что Он хочет сказать нам. По этой причине Он хочет больше высвободить свое присутствие, Он хочет больше действовать, но мы недостаточно внимательны к Его голосу. И поэтому я верю, что Бог хочет научить нас, как Иисус сказал, что мои овцы, они знают мой голос, они знают голос пастуха. Очень важная тема научиться каждому христианину, каждому рожденному христианину слышать голос Святого Духа и отличать голос Святого Духа от голоса врага. И конечно это очень обширная тема, и я думаю, что у вас в церкви наверняка о ней говорят, и еще будут говорить, но я хотел просто подчеркнуть некоторые мысли. Мне часто тоже задают вопрос, вообще как отличить, как Дух Святой говорит. Часто проповедники говорят такую фразу, мне Бог сказал это, мне Бог сказал это. Вообще я стараюсь редко использовать такие слова. Ну как, если я говорю, что мне Бог сказал, это значит что-то очень важное, это что-то очень принципиально радикальное. Но я стараюсь избегать в повседневном речи своих таких выражений, чтобы мне Бог сказал, потому что тогда мы обесцениваем просто, понимаете, важность. Потому что если я говорю, что если мне Бог сказал, это значит я сто процентов знаю, это очень радикально. И когда мы слышим все-таки, вот Бог сказал, Бог сказал, а как Бог сказал, кто-то подумает, ну наверное ангел с неба прилетел, ему сказал. Знаете, есть простой способ, как Бог говорит, есть много путей, как Бог говорит, но я верю, что Бог вкладывает в наши сердца мысли, идеи, помышления. Вот ты встаешь утром, у тебя мысль такая, пойду-ка я сегодня на сужение. А потом другая мысль приходит, может лучше поспать сегодня, я могу в следующее воскресенье в своей церкви. И вот вот две мысли в голове твоей, и они начинают, эти две мысли начинают друг с другом спорить. И Библия говорит, что дух желает противного плоти, плот желает противного духу. Знаете, Бог говорит своим Духом Святым, вдохновляя нас на определенные мысли, на определенные идеи. И то же самое и дьявол. И тот дух говорит, давай, пойди, может быть сегодня ты что-то получишь от Бога. Знаете, у меня несколько раз так я слышал, когда люди говорили, я до последнего не решался, идти мне сегодня в церковь или не идти. И я пришел, и я получил слово для своей жизни. Вы просто говорите, пастор, я через проповедь получил ответ, который я долгое время искал, но я сомневался до последнего. Идти мне сегодня не уйти, я может быть с работы пришел, ночь не спал, но я решил прийти. И я говорю потом, слушай, а если бы ты не пришел, ты бы потерял то, что Бог предназначил для тебя. И я знаю, что всегда часто такое происходит, когда человек не приходит на служение, он теряет то важное, что Бог предназначил для него. Аминь. И поэтому вот эти две мысли, они сражаются в голове. Ну я про свой пример пряжу, тут много из примеров. Когда мы грешили раньше, тоже какие-то идеи приходили. Так вот идеи, мысли приходят из плоти, и также они приходят из духа. Быть Вадимом, Духом Святым, это уметь различать мысли, которые от духа, от мыслей, которые от плоти. И вот ключевой стих, который я на протяжении всей своей жизни всегда использовал, и всегда его говорю людям, это Римлянам, 8 глава, 6 стих. Здесь написано, помышление о плотске и суть смерть, помышление о духовной жизни мир. Помышление о духовной жизни мир, помышление о плотске и суть смерть. Что это означает? Те мысли, которые приходят от Бога, они наполняют твое сердце Божьим миром. Те мысли, которые приходят от плоти, они приносят с собой чувство беспокойства. И часто порой, когда какие-то идеи приходят в мою голову, в мое сердце, я смотрю, если у меня сердце мир, Божий мир, я чувствую это сигнал о том, что я должен двигаться в этом направлении. Если я чувствую какое-то в духе беспокойство, я понимаю, это сигнал, что что-то не то. Может быть, мне надо еще больше помолиться. Вы знаете, конечно, порой нужно приблизиться к Богу, чтобы разобраться в себе, потому что когда ты в суете, ты можешь не понять, я уже он имитирует. Можно мир перепутать с унынием, а Божью радость можно перепутать с пасковой радостью, но когда ты приходишь в Божье присутствие, ты понимаешь, мысли, которые от Бога, они наполняют твое сердце миром Божьим. Мысли, которые от тебя, чувство смерти, это беспокойство, суета, это какое-то уныние. Написано, что богословение Божье печали с собой не приносит. Если какая-то идея приходит, ты сам уговариваешь себя, и потом какая-то уныние вдруг в сердце. Может быть, девушка там, какой-нибудь парень ей сделал приглашение выйти замуж, и она думает, ну такой хороший вариант, у него так все под контролем, у него все есть. И она сама себя убеждает, что это, наверное, от Бога, но внутри вдруг чувствует, что какое-то уныние пришло. И ты сам себя убеждаешь, и сам себе доказываешь, да нет, это от Бога, сто процентов от Бога. Приди в Божье присутствие, и ты можешь увидеть, что на самом деле не все, что кажется от Бога, но на самом деле от Бога. Часто замечательные идеи, которые возникают в нашем разуме, они могут быть не от Бога. Водимый Духом Святого Человека, он занимается тем, что он отсекает то, что от Бога, и то, что не от Бога, разделяет это. Поэтому идеи, мысли, которые от Бога, они дадут нам мир в сердце. Слава Богу. Когда пастор Александр написал мне по интернету, сказал, что я хочу тебя пригласить, приезжай к нам в Уссурийск. Я сказал своей жене, она мне ответила, слушай, а ты уверен, что тебе надо туда ехать? Девять часов лететь на самолете. Для вас это привычно, но для нас немножко все-таки непривычно. Я помолился, я говорю, в моем сердце мир. Я говорю, я чувствую, что в моем сердце мир Божий. И я думаю, что зачем-то я там нужен. Она говорит, да там без себя хватает проповедников. Я говорю, я не знаю, но мир в сердце Божий. Он говорит, что я должен туда поехать. Аллилуйя. Я не скажу, что я в сердце. Однажды тоже, несколько лет назад, один большой пастор меня пригласил в свою церковь. И на тот момент я помолился, и мира не было в сердце. Я сказал, извини, я сейчас не могу, может быть, в следующий раз я не могу. И он даже немножко обиделся на меня. И я понял, пускай лучше люди на меня обижаются, но чтобы Дух Святой на меня не обижался. Знаете, написано, не оскорбляйте Святого Духа. Не обижайте Святого Духа. Пускай лучше люди обижаются, но чтобы Дух Святой не обижался. Потому что порой мы многие ошибочные решения в своей жизни мы принимаем, угождая людям. Что люди нас подумают, что они скажут. Если ты духовный человек, если ты рожденный свыше человек, принимай решение на основании того, что Дух Святой говорит в твое сердце. Много раз было в моей жизни. Какие-то выборы, которые я предпринимал. Когда ты смотришь по уму, по поте, кажется, точно, ну вот этот правильный вариант, да. Это от Бога, я должен повернуть налево. Ну, сто процентов. Все говорит о том, что я должен повернуть налево. Потом я выхожу на молитву, молюсь Богу, я чувствую, как Дух Святой в мое сердце вкладывает. Нет, я должен повернуть направо. Ну, как это так? Бог, посмотри. По все аргументы говорят о том, что я должен повернуть налево. Я молюсь Богу, и Дух Святой говорит, нет, ты должен повернуть направо. И вы знаете, всякий раз, когда я слушался Духа Святого, проходило время, и я убеждался, что я действительно в тот момент в жизни должен был повернуть направо. Но, к сожалению, в моей жизни были такие ситуации, когда я недостаточно был чувствителен Духу Святому и поддавался голосу разума, и поворачивал налево, и проходило время, и я убеждался, да, Дух Святой, ты был прав. Я все-таки тогда должен был повернуть в другую сторону. Понимаете? Поэтому, почему так происходит? Да очень просто. Бог свыше виднее. Потому что ты, когда стоишь, ты видишь, вот ты только по горизонтали видишь. Бог находится выше, ему свысока видно, что там впереди. Поэтому разум, он очень ограничен. Я, когда был маленьким мальчиком, вообще, я думал, сидел по мне, мечтал, думал, вот бы, как бы классно было, если бы у меня был какой-нибудь такой друг сверхъестественный, сказок там насмотрелся, тоже, знаете, там, вот, который бы мне подсказывал, как я должен поступить в жизни. Вот я так всегда думал раньше. Мальчиком маленьким. И потом, когда Бог меня спас, я узнал, что Бог послал мне утешителя. Написал, Он оставит тебя на всякую истину. Это просто потрясающе. Какие-то решения, которые в жизни ты должен принимать, у тебя есть советчик, у тебя есть утешитель, у тебя есть ходатай, Он подскажет тебе. Это очень важно, когда какие-то радикальные решения ты принимаешь. Я не говорю о том, что утром, как человек встает там, Господь, Аллилуйя, мне нужно от тебя слово. Скажи мне, что мне сейчас, чай выпить или кофе? Какой мне галстук сегодня одеть? Зеленый, черный или вообще прийти без галстука? Аллилуйя. Конечно, есть, то есть, в принципе, это не важно, что ты выпьешь, чай или кофе. Но если ты какое-то решение принимаешь, например, какой тебе город поехать, какой тебе институт поступить, жениться и так далее, то есть, есть очень важные вещи, в которых цена ошибки слишком высока. Знаете, я вам скажу, что часто Господь, когда тебя что-то побуждает делать, Он производит тебе желание. Но не всегда. Мы иногда думаем, если я чего-то не хочу, значит, Бог этого не хочет. Иногда Бог делает то, что побуждает тебе делать, что ты не хочешь. Ну, вы вспомните Иоанна, который кит слопал. У него вообще ни малейшего было желания идти и проповедовать в этот языческий город. Но было побуждение Святого Духа. Аминь. Я вам скажу честно, я когда покаялся, я спасся в городе Харькове, и так обстоятельства сожились, что я сам, как я там в Харькове учился в институте, сам я родом из Крыма, из Керчи, и так сожились обстоятельства, что я должен был куда-то двигаться. И у меня было пять вариантов, поехать в Москву, вернуться в город Керчь, остаться в Харькове, ну, еще там пару вариантов. У меня родственники там на севере жили, звали меня к себе. И я думал так, что мне избрать? Как мне избрать? Какие пять вариантов? И, конечно, я подумал, все взвесил, и я решил, все, я еду в Москву. Серьезно, я еду в Москву. Я хотел поехать в Москву, там, благословенная церковь, и не одна, кстати. Я тогда был еще наобращенным человеком. В библейскую школу, ну, поступаю в библейскую школу, закончу, там все будет под контролем, там Бог будет, ну, нарисовал себе прекрасную, радужную картину своего будущего. Принял уже решение, все. Вы знаете, что потом произошло? У меня началась бессонница. Я просто настолько уже себе представил свое прекрасное будущее с Богом. Вот. И я лежу, и такие радостные мысли, я думаю, о, у меня такая радость наполнила. Ну, радость же это сигнал от Бога, да, аллилуйя, это классно, да. Я уже дорисовал себе картину своего будущего. Я ложусь, я не могу заснуть. Знаете, я потом понял, бессонница, ну, не всегда, но часто признак того, что тебе нужно разобраться с Богом. Я испытал это в своей церкви, я сказал эту фразу, я сказал, ребята, если у вас бессонница, значит, встретись с Богом, разберитесь с Ним, что-то, может быть, вы не то себе напланировали. И они мне потом сказали, ты знаешь, точно, да. И вот, я думаю, что-то не то, что-то не то. Я понял, нету мира в моем сердце. И тогда я стал молиться Господь, в чем делал, хорошо, говори мне, что ты, что я должен делать. И тут я чувствую, я тут, я представляю все пять вариантов, так, я еду туда, ага, чувствую, нету мира. Еду туда, чувствую, нету мира. Возвращаюсь к Керчь, нету мира. Может быть, мне в Белгород поехать. Такая мысль, а я вообще туда не хотел ехать. И тут раз, чувствую, мир в сердце приходит. И знаете, из пяти вариантов, тот, который мне меньше всего нравился, вдруг я смотрю в сердце мир. Я говорю, Господь, ладно, я смиряюсь, так и быть, один год, я туда еду. Все, уже 20 лет, скоро будет. Если бы мне Бог сразу сказал, что это будет так долго, я, наверное, не согласился. Вы знаете, Бог говорит в сердце. Сердце, это место, где Дух Святой поселяется и говорит через сердце. Он вкладывает наши мысли. Конечно, Бог говорит по-разному. Бог говорит через проповедь, Бог говорит через пастора. И, кстати, я вам всегда скажу, что когда серьезный вопрос, есть служитель от Бога, который поставлен, это ваш пастор. Поэтому подойдите к нему, посоветуйтесь, помолитесь, если вам нужно принять сложное решение в своей жизни. Но важно также слышать то, что Бог говорит в твое сердце. Конечно, бывает, человек приходит, я молился, мне Бог сказал разводиться. Да? Ты уверен? А что Библия говорит? Я скажу, что Бог никогда тебе не скажет то, что будет противоречить Его Писанию. Он же сам, Бог не, это ты можешь сегодня одно сказать, западу другое. А Бог говорит, я не изменяюсь, если я что-то сказал, я не буду менять свою позицию. Аминь. Но есть такие вещи, как, например, как я сказал уже, куда поступить, куда поехать, на ком жениться. Библия не говорит об этом. Есть много таких ситуаций, когда Дух Святой тебе в сердце дает мир. И поэтому все вводимые Духом Божьим кто? Дети Божьи. Рожденный от Духа, он слышит голос Духа. Я верю, что проблема не в том, что у нас мало Святого Духа. Проблема в том, мы недостаточно порой слышим Его голос и недостаточно порой повинуемся Его голосу. Аллилуйя. Написано в притче 20 глава 5 стих «Помыслы человека, помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Когда человек живет без Бога вообще, у него разум блуждает. Разум, как море взволнованное. Так написано, душа грешника, как море взволнованное. У вас вот есть же море, да, недалеко говорят. Я вырос в Керчи на море, я знаю, что такое море взволнованное, которое выбрасывает и грязь. И вот когда мы пришли к Богу, наши души были подобно морю. В нашей голове кипели и бурлили разные мысли, как поет Газманов. Мои мысли, мои скакуны. Как лошади, наши мысли в голове, как лошади, они мчатся просто. И говорит, вас, как там дальше, вас пришпоривать нету нужды, да? Правильно? Мои мысли. Но он ошибается. Написано, разумный перед Богом, что делает? Вычерпывает. Все лишние мысли из своей головы. А апостол Павел вообще очень круто сказал. Послание римлянам. Он написал, наше брание плоти и крови. И дальше он говорит, где-то это стих. Мы, ну ладно, по памяти скажу. Он говорит, мы пленяем всякое помышление по слушанию Иисуса Христу. Когда ты приходишь к Богу, Бог хочет навести порядок в твоей душе, Бог хочет навести порядок в твоих мыслях. И так же, как апостол Павел, твоя задача пленять всякое помышление по слушанию Иисусу Христу. Бог хочет навести порядок в нашей душе, чтобы мы не были как это море взволнованное. Ты знаешь, вот этот пример, когда Иисус плывет на корабле, и там буря, шторм. Помните, ученики в панике, Господи, мы тонем, мы погибаем. А что делает Иисус? Иисус спокойно отдыхает, спит на возглавии. Правильно? Это иллюстрация некоторых христиан. Ты родился свыше, в твоем сердце живет Иисус, ну Иисус, он там отдыхает где-то. А в твоей душе может быть шторм, эмоции бурлят, мысли бурлят, а Иисус, он где-то в глубине твоего сердца, Дух Святого где-то в глубине твоего сердца, просто отдыхает и ждет, пока ты обратишься к Нему. И только когда ученики вдруг вспомнили об Иисусе, и они сказали, Господи, спаси нас, вот тогда Он встал и запретил бури, и запретил ветру. И поэтому многие христиане, они носят в себе Святого Духа, но они продолжают жить жизнью, просто плотской, жизнью вот этой бурления, шторма, потому что Дух Святой, Он действует ровно настолько, насколько ты Ему позволяешь действовать. Поэтому пока ты не обратишься к Нему, Он не сможет навести порядок в твоей душе, Он не сможет привести твои чувства в порядок. Но когда ты взываешь Господу, приближаешься к Нему, Он это сделает. Я скажу, вы знаете, очень важно, для того, чтобы слышать голос Божий, очень важно научиться приходить в Божие присутствие, уединяться с Господом. Почему пророки, они что делали? Они на горы поднимались. На гору поднимались и искали там Бога. Вы знаете, Моисей, тут хозяйство, жена, дети, тут заботы. Ну как там Бога искать? Ему надо 10 заповедей для народа какие-то написать. Он оставляется и поднимается на гору. И там Бог ему говорит, Иисус говорит, когда молишься, обойди в свою комнату и что сделай? Затвори дверь. А знаете, что означает затвори дверь? Я верю, это означает все оставь за дверью. Мы же как бывает, молишься, читаешь Библию, думаешь о работе. Молишься, думаешь, что тебе надо, молишься, и тут мозг тут же думает, что тебе надо еще на базар пойти куда-то, там магазин что-то купить. Слушаешь проповедь, а мозг там на луну куда-то улетел. Ну, я не знаю, мы все люди, у меня такое тоже бывает. Ты его ловишь, потом стоп, Библию читаешь, в этом раз что ты смотришь, мозги куда-то улетели. Потом стоп, так на место, джик. Или бываешь, прочитаешь главу, говоришь, так что я прочитал вообще? Сам себе вопрос подумал, а что я прочитал-то вообще? Мне так не пойдет. Боим Павел говорит, самих себя исследуйте, самих себя испытывайте, верили вы. И поэтому очень важно, когда ты приходишь общаться с Богом, закрыть дверь, оставить там все заботы, все мысли. Очень важно, почему Бог дал заповедь о седьмом дне. Написано, для народа Божьего остается субботство. Суббота не в том смысле, как некоторые наставят, что это какой-то определенный день. Мы живем в Новом Завете, и мы не под законом, но принцип субботства означает, что ты должен раз в неделю посвящать для Бога особенное время. Аллилуйя. Этот принцип Бог не отменил. Вы знаете, в мусульманских странах христиане в пятницу собираются, в Израиле они в субботу собираются, в России они в воскресенье собираются. День ни в суть, ни в дне смысл в принципе раз в неделю ты должен приблизиться к Богу. И как я говорил на лидерском, это как перезагрузка компьютера. У вас есть дома компьютеры? Если компьютер долго не перезагружать, что происходит? Он начинает тормозить и зависать. Да? Вот так же и люди. Если они долго не перезагружаются с Богом, то они начинают тормозить и зависать. Духовно, конечно, да? Поэтому перезагрузка она необходима раз в неделю и не только просто в воскресенье я знаю, конечно, ну, некоторые так вот всю неделю бежит, потом раз залетел в церковь в воскресенье и потом выбежал из церкви и дальше полетел. Подожди, остановись, закончилось служение, побудь еще в Божьем покое, приди домой, побудь в Божьем мире. Вы знаете, я своей церкви говорю, что вы делаете в субботу вечером? Я прочитал, я читал книги об истории церкви, я узнал, что оказывается первые христиане в Иерусалиме, они в субботу посвящали для того, не в субботу, прошу прощения, в субботу у них был день служения. День до служения они посвящали для особого, молитвы, даже постились многие, чтобы настроиться на служение. То есть, понимаете, я стал тоже в церкви говорить, что ты делаешь в субботу? Бывает такое, в субботу вечером просидел до двух ночи в интернете, кто-то телевизор просмотрел, вот у нас некоторые молодежь просидит, вот до двух, до трех часов ночи просидел там в контакте, приходит, сидит на служение, вот такие глаза, вот такие глаза, очумелый, он вообще не понимает, о чем проповедь. Поэтому я говорю, приготовь свое сердце, воскресенье, это сегодня, это день кульминации встречи с Богом, но ты должен готовить, как Иоанн говорит, приготовьте путь к Господу, аллилуйя, готовься к воскресному служению, это как подъем на гору, ты поднимаешься на гору и спускайся плавно, не скатывайся к уборям, аллилуйя, слава Богу. Поэтому вот этот, это принцип субботы, это принцип раз в неделю уединиться с Богом, закрыть дверь. Я всегда говорю в церкви, все ваши заботы отложите до понедельника. Мы уже у нас с работой, у нас всех заботы, работы, положи, в понедельник ты к ней вернешься. Я сам так стараюсь, потому что куча всяких, я говорю, все так, все мои проблемы, все мои заботы, стоять, ждите до понедельника. Время, воскресенье, я буду думать о духовных вещах, я буду прибежаться к Богу, все, с вами я буду в понедельник разбираться, стойте там за дверью. Иисус сказал, когда ты общаешься с отцом, оставь за дверью. Я оставляю за дверью все свои заботы, потом я возвращаюсь к ним в понедельник, я решаю их, я борюсь, я сражаюсь всю неделю, потом начинается суббота, воскресенье, я опять дверь закрываю, говорю, стоять, все, время перезагрузки, время общения с Богом, Аллилуйя. Послушайте, Иисус Христос, Он 40 дней что делал? Постился? Где Он постился? Пустыня. Это очень важный факт. Пустыня – это место, где пусто, где ничего нет. Некоторые христиане, я знаю, там бывает такое, решил поискать Бога, попаститься, взял пост, радио на кухне играет, телевизор, компьютер, интернет, наушники. Можно даже поститься, хоть месяц можно поститься, но это никакого толка не будет, потому что дверь не закрыл. Пуститься или приближаться к Богу, это означает закрыть дверь, прийти в пустынное место, как Иисус Христос, там просто была пустыня, там ничего не было. Как гора, на которой был Моисей и пророки, там ничего нет. Аллилуйя. Но это место, где ты встречаешься с Богом, и написано, постараемся войти в покой Онный. Римлянам. Постараемся войти в покой Онный, чтобы кто, по тому же примеру, по примеру, израильтян в пустыне, не оказался недостойным. Кто-нибудь может там пообранчать, пьяно? Аллилуйя, если не сложно. Поэтому, как я сказал, моя тема сегодня просто о том, что мы должны быть чувствительны к Духу Святому, но чтобы услышать голос Божий, ты должен научиться соединяться с Господом. Возрастать. Я верю, что многие из вас уже понимают, о чем я говорю. Для кого-то, может быть, это совсем быть новой, но верю, что большинство из нас, из вас понимают. Мы должны возрастать в этом. Больше и больше присоединяться к Господу. Иисус говорит, блаженны, алчащие и жаждущие, ибо они насытятся. Тот человек, который алчит и жаждет Духа Святого, он насытится. Аллилуйя. Вы знаете, я верю в такую истину. Нам нужен Дух Святой. Ты скажешь, ну как же, во мне есть Дух Святой? Да. Когда я покаялся, я принял Иисуса Христа, я родился свыше, во мне поселился Святой Дух. Во мне есть Дух Святой. Я скажу, за 20 лет, пока я с Богом жил, Он ни разу меня не оставил. За все эти годы, пока ты жил с Господом, послушай, Дух Святой тебя ни разу не оставлял. Ну хотя, может быть, были такие ситуации, когда тебе казалось, что Бог тебя оставил. Но, это тебе только казалось. На самом деле, Он был всегда рядом, Он всегда утешал тебя, Он тебя поддерживал, Он всегда с нами. Но я скажу, во мне есть Дух Святой, я скажу, мне нужен Дух Святой. Вы поймите, Библия это не учебная, не математика. Блаженно нищий духом. Иисус говорит, что такое быть нищим духом? Я понимаю, быть нищим духом, это быть человеком, который всегда жаждет. Сколько бы ты не напивался Духа Святого, ты хочешь больше, и больше, и больше. Я говорю, Господь, я всегда нищий, я всегда жаждущий. Вот эти жаждущий человек, он что-то делает. Вы можете представить, человек, который хочет пить, и говорит, я хочу пить, я жажду, я хочу пить, я хочу пить. И вот он так повторяет, 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 и сидит на диване. Если ты хочешь пить, ты встанешь с дивана, пойдешь, нальешь себе стакан воды и выпьешь, правильно? Если у тебя вода в доме выключилась вдруг, ты пойдешь в магазин, купишь бутылку воды, жаждущий ищет источник. Аминь. Поэтому, когда Иисус говорит, блаженны, алчущие и жаждущие правды, алчущие и жаждущие, это не те, которые просто говорят, я алчущий. Если ты алчишь, ты будешь искать источник. Вот поэтому Бог через пророка Иеремия говорит, обличая народ Божий, меня, источник воды живой, оставили, и выстекли себе водоемы разбитые. Такое происходит с христианами. Знаете, почему мы не алчим и не жаждим? Порой. Я вам расскажу, почему. Бывает такая ситуация. Мама дома приготовила покушать, суп, и зовет детей, и говорит, дети, приходите. Дети приходят, и они говорят, мы есть не будем. У вас было такое, да? И часто бывает причина, почему дети не хотят есть, они где-то нашли печенье, чипсы, и уже наелись. И когда им родители дают хорошую, здоровую пищу, они уже не жаждут. То же самое происходит с христианами. Мы не жаждем, потому что мы насытились суетными вещами этого мира. Что-то земное, что-то плотское насытило наши души, то, от чего нет никакой ценности в Царстве Божьем. И из-за этого нам кажется, у нас уже нет жажды. Мы можем говорить, я жажду, у нас нет жажды. Вот поэтому очень хорошо порой приближаться к Господу, приходить в эту пустыню, закрывать за собой дверь. И тогда ты понимаешь, когда молился Давид, мне нравится молитва Давида, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Послушайте, Давид это был пример процветающего христианина. Он был успешный, благословенный царь, у которого была чудесная государство, у него была куча денег, у него все было. И он говорил, Бог, мне ничего не надо, кроме тебя. Ты на первом месте. Кто мне на небе? Мне даже на небе ничего не надо без тебя. Ни на земле, ни на небе. Только ты, Господь, ты истинный смысл в моей жизни. Ты истинная моя любовь. Тебя я жажду больше всего. Халилуя. Апостол Павел был таким же человеком. Он говорил, он все, что я имею, все свои преимущества. Вы знаете, апостол Павел был человек в свое время, он был очень образован. У него было самое высокое образование этого времени. Он был из хорошего рода. У него были хорошие связи. Он имел высокий социальный статус в его обществе. И он сказал такие слова. Все, что я имею, я все считаю за ссор. Я все почитаю за мусор, чтобы познать его и силу воскресения его. Халилуя. Это был человек, который жаждал Бога. И поэтому я верю, что Бог, Он сегодня хочет вложить в наши сердца большую жажду. Большую жажду. по Богу. Чтобы мы больше жаждали. Чтобы мы не были довольны, чем мы есть. Халилуя. И как я сказал, уже тот, кто имеет дух, он еще больше хочет. Как Иисус сказал, вернее, пророк Яиль, и будет последний день, и залью от Духа моего на всякую плоть. Конечно, да, Дух Святой пришел где-то еще лет назад. Дух Святой не уходил с земли за это время. Небо все еще открыто. Но мы живем, знаете, мы живем последние из самых последних дней. Уже последние некуда, я верю просто. Если тогда были последние дни, то уже, ну просто, ну последние уже некуда. Самые последние дни, самые последние дни, это то самое время, когда Дух Святой сегодня изливается могущественно на эту землю. Могущественно. Аллилуйя. Многие страны, которые ничего не знали об Иисусе. Посмотрите, тут рядом с вами Корея, Япония, Африка, там миллионы верующих. Сто лет назад их там уже было по пальцам посчитать. Бог потрясающие вещи делает на этой земле. Многие люди живут, они даже не знают эти вот новости, но мы смотрим новости, что он в новостях показывает? Один негатив. Кого-то убили, кого-то взорвали. Но там не показывают. На самом деле столько потрясающих новостей каждый день происходит. Кто-то исцеляет, кто-то получает исцеление, с кого-то бесов выгнали, где-то новую церковь открыли. Столько потрясающих новостей, которые просто... А люди живут этим негативом. Ведь хуже, когда еще христиане живут негативом. Они посмотрел новости и все. Иисус говорит, когда смотришь новости, не ужасайтесь. Ну, как сказать, когда услышите там о слухах, не ужасайтесь. Ну, я уже на современный лад перевожу. Потому что у нас тоже бывает такое. Насмотрелся новостей, приходит сверка. И мир Божий ушел из сердца. И, конечно, мы современные христиане, мы должны быть в курсе все, что происходит в мире. Но храни свое сердце от ужаса, от страха. Аллилуйя! Поэтому, прежде всего, я верю, что самые новости, которые происходят, это то, что Бог действует на этой земле. Я говорю, что Бог действует и в Центральной России. И Он действует здесь у вас, на Дальнем Востоке. который теперь ближе. Аллилуйя! И поэтому больше и больше мы жаждем, мы жаждем Бог больше и злее на нас. Мы хотим быть большим присутствием. Мы хотим быть больше чудес. Я не хочу прожить жизнь простого серого христианина-обывателя. Я не знаю, как ты, но я для себя решил. Я не хочу прожить серым обывателем на этой земле. Я хочу быть человеком, который видит чудеса Божьи на этой земле. И за годы своего общения с Богом я много чудес видел, но на самом деле я понимаю, я мало видел чудес. Я говорю, Бог больше приготовил. И поэтому Бог говорит, воззови ко мне и я услышу тебя и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Если ты воззовешь Бога, Бог тебе покажет великое и недоступное, о чем ты даже не догадываешься сейчас. Аллилуйя. В этом время Бог изливает свой Дух Святой. Наша задача быть чувствительным к Нему, научиться общаться с Ним, научиться быть в партнерстве, быть с Ним в одной команде. Каждый из нас, послушай, я не знаю, что происходит в твоей комнате, когда ты общаешься с Богом. Я уверен, пастор ваш, он не знает, что происходит между тобою и Богом, когда ты заходишь в свою комнату общения с Богом. Это твое личное. Мы не можем пастора туда прийти и посмотреть, проконтролировать, но Бог знает. Поэтому самое ценное и самое важное это то, что происходит между тобою и между им. В этом Бог есть любовь и Он ожидает от тебя взаимности, ожидает от тебя жажды, ожидает от тебя личных отношений. Аллилуйя. Слава Богу. Я верю, что приходит время, когда Бог хочет поднять нас на новый уровень. Давайте мы просто встанем, помолимся. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, просто молись Господу. О, щи дарибея, Боже, слава, слава, слава тебе, Господь. Мы благодарим тебя за это чудесное время. Аллилуйя, Аллилуйя. О, Дух Божий, о, Дух Божий, мы так жаждем тебя. О, Дух Святой, ты самая ценная, что есть у нас на этой земле. ты самая большая драгоценность, которую мы нашли на этой земле, Дух с Божий. И мы так жаждем тебя. Мы так хотим больше приблизиться к тебе, Господь. Прости нас, когда суета этого мира, когда мусор этого мира поглощал нас. Прости нас, Господь, когда мы находили свою радость в каких-то плотских вещах, в каких-то суетных вещах, Господь, прости нас и приблизь нас к себе. Аллилуйя! Потому что ты источник нашей радости, ты источник мира нашего, Господь, который мир не может дать, но ты даешь этот мир. Аллилуйя! Мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя за эту привилегию жить в это последнее время. И мы знаем, что в это время ты изливаешь свой Дух Святой на эту землю. И мы люди, которые уже имеем Дух Святой, но мы жаждем больше. Мы благодарим тебя за все чудеса, которые ты показывал. Но мы молимся тебе, покажи нам больше, Господь, в это последнее время. Аллилуйя! И мы молимся за эту землю, Господь. Мережа, ты приготовил великое и недоступное нам. Но ты покажешь это, Господь. Аллилуйя! Ты покажешь, Господь. И мы хотим взирать на твою славу. Мы хотим взирать на твою силу, Господь. Ибо мы жаждем тебя. Мы жаждем твоей любви, Господь. Мы жаждем твоего пусть твой нежный голос звучит в наших сердцах. И помоги нам возвращать его всегда, Господь. Помоги нам принимать правильные решения всякий раз в своей жизни. Мы молимся тебе, наш Бог, во имя Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! О, слава тебе, Господь! Благодарим тебя, Господь! Слава тебе, Иисус! О, расчет рикересет рикередея! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте дадим славу Богу! Спасибо большое, пастор Владимир! Слава Богу! Аллилуйя! Пожалуйста, присаживайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова